Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня мы продолжаем говорить о книге детских воспоминаний отца Артемия Владимирова «С высоты птичьего полёта». Миром правит любовь. Это хорошо чувствуют дети, нося в своём чистом сердце теплоту любви. Что ожог от огня, что укус от змеи, то для них резкое и грубое слово, сказанное в состоянии раздражения взрослым человеком. Как весенние цветы вянут и умирают от внезапных заморозков, так и младенческая душа повреждается, оказываясь среди людей, исполненных злобы. Нет больше нравственного преступления, чем искалечить ребёнка сквернословием, разрушить его личность истериками, вспышками ненависти, битьём. Напротив, в спокойной, доброжелательной атмосфере дети расцветают и обнаруживают дивную красоту неиспорченных сердец. Божья благодать явственно веет там, где малыши, до корней волос прогретые родительской любовью, с широко раскрытыми, блестящими от радости глазками, выплёскивают на взрослых живую воду мудрости, дарованную им свыше. Именно в такой доброй, тёплой, располагающей атмосфере и прошло детство отца Артемия. В книге очень много вспоминаний о маме, о бабушке и братьях. Но кто же был главным человеком тогда? Маму, безусловно, заменить не может никто и ничто, но мама жертвенно ради нас, троих малышей, ещё старший брат, уделяла время не просто педагогике в энергетическом институте, она преподавала физику, где и училась, была аспиранткой, доцентом. Но мама писала какую-то огромную диссертацию на основе лабораторных работ. Тогда из интернета не списывали никаких тезисов по отсутствию интернета. И поэтому на основе собственных наблюдений, лабораторных работ, мама писала что-то про полупроводники, про кремниевые пластинки. Мне это было непонятно и до сих пор непонятно. В отличие от родителей, я не физик, а лирик, ещё и клирик в придачу. Но вот мама приходила вечерами, мы даже ясли прошли, и встречали маму как солнце в пятницу вечером. Это был самый радостный миг недели, когда мы прятались в её объятиях. Зато с нами была бабушка. И книга «С высоты птичьего полёта» посвящена бабушке Любови, о которой можно сказать русским присловием по имени и житии. Бабушка дарила себя нам, троим, шустрикам без остатка. Любовь проявляется в полноте внимания к человеку. Если ты любишь, то ты никогда не устанешь от общения. Ты вбираешь в себя все клеточки тела, фибры души любимого человека, особенно если это ребёнок. Поэтому бабушка действительно была для нас первой учительницей, ангелом-хранителем. И многие эпизоды, связанные с детством, посвящены ей. Бедная наша бабушка. Сколько разных неприятностей мы, глупые внуки, ей доставляли, сами того не желая. Как быстро раскаивались в содеянном, и как быстро становились участниками новых, столь же незавидных приключений. Митенькая, мой близнец, бурят конкурс Чайковского, пианист-исполнитель, человек, действительно, блиставший всеми талантами и гуманитарной дисциплиной, и математикой, и особенно музыкой. Он уже в 10 лет в залах консерватории, филармонии московской завораживал взрослых своей игрой, пропуская произведения Бетховена, Моцарта, Шопена через свое чистое сердце. Мы выходим из нашего пятиэтажного дома для научных работников, где-то на улице Красикова, метро профсоюзной новостройки тогда. И митинг попривлекает черная Волга. Машины – это для подростков целый мир, а Волга с начищенными дисками была не просто предметом роскоши, это были правительственные, ведомственные машины. Тогда мало кто мог позволил себе на Запорожце едеть. Первый снег Пороша, и на сине-черный капот машины падают снежинки, и Митенька творчески расписывается указательным пальцем. Митя, ясное дело, Волге было приятно почувствовать перекосновение пальчика такого малыша, но неприятно водителю, грузному, белой манишке, коротко выстриженному функционеру, далекому и от педагогики, и от божества, и вдохновения, и слез, и жизни, и любви. Он хватает Митеньку за ухо и начинает выворачивать это ухо. Слава Богу, Москву ему не показывает. Митенька орет, как поросенок, весь вжит, но вырваться не может, и появляется бабушка, богиня правосудия. Она не смотрит на номера с нулями. Бабушка у меня была царского воспитания, она не боялась никого и ничего, хотя если ругала советскую власть, то шепотом по-французски. Просудительность. Так вот, она подскакивает, как птица, раскрывшая крылья, к этому водителю. Отпустите срочно ребенка! Как вы смеете трогать чужого ребенка? А как он смеет прикасаться к машине? Вы знаете, чья это машина? Как будто бы на ней приехал Маленков или Риббентроп, или Молотов. А мне наплевать на вашу машину, мудро говорит бабушка, не на хозяину машины, а на самую машину. Кому бы она не принадлежала? И вот Родина-Мать, священный гнев русской бабушки заставляет водителя убраться во своясь. Именно такую бескомпромиссность, русскую правду, Митенька, в отличие от меня, приспособленца, конформиста, унаследовал от бабушки, почему и не прожил долго на этой земле. 30 лет он скончался, отошел в мир иной. Я уже, будучи священником, в храме всех святых Алексеевского монтаря, где Мячеславу в 91-м году совершал первое отпевание над телом брата-близнеца, уже замечательного исполнителя, известного пианиста и христианина. Ибо он, прожив нелегкую, такую перекрученную жизнь, пришел к испыде, к причащению, к детской чистоте, отойдя в мир иной, таким маленьким близнецом. Есть такая народная мудрость. Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Так ли это? Спросили мы у батюшки. Воспитывать ребенка собственным образом, мыслей жизни, чтобы ребенок не чувствовал раздвоения во взрослом. Ребенка воспитывать необходимо, потому что в нашей стране каждая кроха должна знать, что такое хорошо и что такое плохо. Интересно, что эти известные слова написаны моим троюродным дедушкой, Сергеем Владимировичем Михалковым. И в книге «С высоты птичьего полета» я много рассказываю о замечательных людях, окружавших наше детство, принадлежавших другой, той эпохе, но проживавших те 60-е годы, доживавших свой век, и поэтому оказывавших на нас, детей, незримое влияние. Это и сын Станиславского, Игорь Константинович Станиславский, внуки которого были нашими друзьями детства. Это и Николай Николаевич Бобринский. Его мама была наисфрейлем Александра Федоровна и дружила с моей бабушкой, к этой возвратившейся в свое время ссылке Юрий Николаевич Пестель, отрицавший свое родство с декабристом, но человек самых честных правил, учивший меня английскому языку. Обращаясь к далекому детству, мы время от времени вспоминаем тех людей, чье присутствие в нашей жизни стало значимым, а слово – путеводной меткой, спасительным предостережением, мудрым наставлением. Вспоминается, как однажды мы прогуливались с Николаем Николаевичем Бобринским, потомственным русским графом и близким другом моей мамы, в направлении храма по Второму Обыденскому переулку. Николай Николаевич говорил с присущей ему манерой вкладывать в каждое слово всю сердечность его удивительной души. «Темочка, запомните, чуть только вам станет плохо, нехорошо, гадко на душе, тотчас бегите в храм. Благодать Божия все поправит и образует. Уж, пожалуйста, запомните мои слова». Детство – это бутон, которому должно раскрыться в последующие годы. Детство – это трамплин, оттолкнувшись от которого, душа, как метеор, должна взойти на свою богом уготованную ей орбиту. Детство – это старт, который может и не состояться, если взрослые не окружат ребенка вниманием, любовью и заботой, не прогреют его до корней волос. Детство – это начало земного путешествия, длиною в жизнь. И поэтому какого начала, таковым часто бывает и завершение нашей земной командировки. Детство – это самая ответственная пора, потому что в детстве закладываются все качества, как нравственные, так и безнравственные. И, стало быть, взрослые должны сделать все необходимое и достаточное, чтобы птенцам, детям, чадам, ученикам, питомцам дать импульс, инъекцию любви, жизненный эликсир радости, помочь им окрылиться, орлята в детстве учатся летать. И я очень надеюсь, что эта книга с высоты птичьего полета, книга о детстве, она не единственная. У меня есть продолжение уже, касающееся юности, мой университет, призвание, учительство, служение священству. Но, прочитав эту книгу, взрослые, педагоги, родители, воспитатели, священники вспомнят что-то о своем детстве, переосмыслив прожитое. Дети, отроки, юноши, девушки будут очень внимательно относиться и к своим свертникам, и друг к другу, чтобы беречь душу от единственного и самого страшного убийственного зла, греха, на чужих ошибках можно и должно учиться. Детство, детство, детство – это смерть и радость, это песни, это свои мечты, Детство, детство, детство – это краски и радость, детство, детство, детство – это я и ты. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться дети и мир на мире жить. На этой мажорной ноте мы завершим сегодня нашу передачу и встретимся снова через неделю. Все вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова